МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, что интересует вас, интересно нам, в студии Тимофей Голев. Здравствуйте. Таза Казахстан. Павлодар активно участвует в общереспубликанской экологической акции. Массовая уборка началась. Что сделано и что еще предстоит сделать за 5 недель? Об этом расскажет сегодня нам Улан Дентаев. Он главный специалист отдела женщинно-коммунального хозяйства города Павлодара. Улан, добрый вечер вам. Здравствуйте. Действительно, стартовала общереспубликанская акция. Давайте сначала оценку дадим. Насколько, на ваш взгляд, Павлодар активно включился в массовую уборку? Для полного охвата территории города по благоустройству отделом архитектуры и градостроительства города Павлодара разработана карта, где за каждым государственным органом, где за каждым предприятием закреплена определенная территория, по которой будет произойдется уборка. Будут задействованы волонтеры, студенты, молодежные организации, государственные органы, ну и крупные предприятия. То, что вы перечислили, я полагаю, что все должны быть задействованы. Город, когда карту разрабатывали, то есть ни один уголок не упустили, все полностью учли? Надеюсь, что все учли потом максимально. Максимально. Пять недель, пять, скажем так, акций, пять направлений. Давайте еще раз назовем их. Какие, в первую очередь, что на этой неделе делается? Первая неделя, она продлится до 13 апреля. Она носит название Таза Уильке. В течение этой недели жители населенных пунктов, общественники, работники госорганов, сотрудники организаций будут проводить уборку прилегающих территорий и дворов. Это первое направление. То есть сегодня в городе Павударе дворы активно приводят в порядок. Я правильно понимаю, до 15 апреля вы говорите? До 13 апреля. То есть это основное, то, что растаяло, то, что на поверхности, это нужно убрать. Поехали дальше. Дальше памятники, по-моему, нет? Нет. Вторая неделя до 20 апреля носит название Кьеля Микен. Она посвящена уборке историко-культурных памятников. То есть будет проводиться уборка прилегающей территории памятников. Там будут задействованы сотрудники культуры, сферы культуры и непосредственно отдела ЖКХ, который будет снабжать их техникой и инвентарем. Инвентарем. Ну, памятник, я понимаю, памятник кому-то, да, то есть бюст. И памятник есть у нас объекты архитектурного наследия. Там что, покраска-побелка? Чисто благоустройство и... Памятников и прилегающих к ним территорию. Поехали дальше, чтобы, наши дорогие зрители, будьте внимательны, на какие пять этапов разделен этот общереспубликанский субботник, скажем так. Памятники разобрались. Дальше. Третья неделя до 27 апреля. Неделя с тематикой ЖАС-ЛАЙМАК ознаменуется посадкой саженцев деревьев и побелкой насаждений. То есть, будет производиться массовая посадка деревьев на определенных территориях города Павлодара. То есть, не как раньше один общий городской, скажем так, субботник, здесь метут, здесь красят, здесь высаживают деревья. Здесь по этапам, да? Все поэтапно и с определенной тематикой это все дано. Задействует также кого именно в посадке деревьев? Государственные органы непосредственно и молодежные организации, волонтеры также. Количество, скажем так, саженцев уже определено или пока это все в работе? Это все пока в рабочем порядке. Четвертая позиция. Что дальше будет делать? Период до 4 мая будет носить название унигеля ОРПАК. Она будет посвящена уборке дворов и подворья ветеранов, одинокопроживающих пенсионеров, инвалидов и так далее. Это уже как больше такая благотворительная, скажем, акция, то есть одинокие или ветераны, к ним в частном доме, если он живет, да, к примеру, ему помогут? Ему помогут. Ну это кто? Я понимаю, это волонтеры уже, наверное? Это волонтеры непосредственно, и это будет непосредственно произведить работу отдела социальной защиты и социальных программ города Павлодара. А то есть их сотрудники тоже примут участие в этом? Да, несомненно. Чем закончится все-таки пятая позиция, расскажите о ней? Последняя пятая неделя под названием Мельдерблак будет производиться очистка от мусора окрестностей рек и водоемов. То есть это пойма, территория, прилегающая к пляжу, где жители активно отдыхают. И с прошлого года, и после зимы осталось так немало мусора. К сожалению, осталось, и каждый день одна и та же картина. Он будет заключительный этап, скажем так, насколько он будет масштабный там, кто примет участие? Там будут также сотрудники государственных органов и молодежные организации также, и волонтеры тоже будут. То есть во всех стадиях будут привлекаться все вышеназванные лица. Дорогие друзья, я лично делаю выводы. Все-таки считаю, что мудро распределены пять этапов. То есть первая неделя сейчас идет у нас. Это уборка внутриквартальной территории. Все вы прекрасно знаете, в каком она состоянии после зимы. И видите, в нашем мобильном приложении в новостях люди постоянно присылают нам видео. То есть убрать здесь, то есть то, что после зимы, имеется в виду листва и мусор, который перезимовал, скажем так. Если брать уже посадку деревьев, как раз к тому времени сезон посадки деревьев наступает. Вот его, памятники, тоже уже солнышко и все необходимо. Ну и лед сойдет, русло более или менее, скорее всего, уже в русло Иртыш зайдет. И к тому времени уже можно будет окончательно пойменную территорию тоже привести в порядок. Я лично понимаю, таким образом, с этих соображений. Разработали пять недель. Действительно, тематически. А скажите, пожалуйста, вызов мусора, вывоз мусора. Вот как можно вызвать бригаду? К примеру, ведь все-таки у нас сознательные жители города выходят на субботники. Но насобирали они там горы этого мусора. Как от него теперь избавиться? Как его складировать? Куда его складировать? То есть вот эти вещи тоже необходимы сегодня для полударцев озвучить. Для осуществления вывоза мусора будет задействовано 100 единиц спецтехники. Это 70 самосвалов и 30 погрузчиков. Традиционно в период проведения месячника на территории полигона на бесплатной основе будут принимать мусор. То есть жители могут абсолютно бесплатно вывозить мусор. Для подачи заявки жители могут обратиться по телефону 32 22 52 и 8 775 862 16 84. 16 84. Как быстро отработает заявку? Ну, как можно быстро. По возможности все будет. А вот скажите, сегодня погода, с утра снег, дождь, вообще непонятно, какое время суток было сегодня утром. Такое ощущение, что вечер, как сейчас, мы с вами сидим. Но работы не прекращались, благоустройством занимались коммунальные службы? Конечно, коммунальные службы занимаются круглосуточно. То есть погода роли? Погода роли не играет. Не играет. Я успел записать номер телефона, вам тоже перепроверьте, пожалуйста, чтобы я не ошибся. Для подачи заявок, дорогие друзья, на вывоз мусора со дворов, если вы активно будете выходить и его собирать, скорее всего, в мешки нужно будет положить? В мешки. То есть никто вот так вот закидывать не будет. В мешки аккуратненько желательно все это сложить и позвонить по номеру. Сверяем. 32 22 52. Все верно. Все верно. И мобильный телефон 8775-862-1684. Во всяком случае, гость моей программы, главный специалист отдела ЖКХ, вот у Лану сегодня у нас в студии, говорит максимально быстро, по возможности, должны отработать эту вашу заявку. Поэтому, конечно же, мы призываем, я лично призываю не сидеть дома все-таки, но хотя бы в одну из суббот выйти в свои палисадники, в свои дворы, побелить, покрасить. Ну, если лето, ведь оно впереди, чтобы ваш двор вас радовал. Ладно, ну, к чему бы, я уже что мог, то сделал. Я призвал жителей из себя тоже выйти на субботник. Вы к чему призываете, полударцы? Ну, обратитесь к жителям города, вот камера, наверное, все-таки необходимо напомнить, насколько это важно. Да, да, благоустройство нашего общего дома. Да, конечно. Наш город всегда славился своей чистотой, а полударцы – это самые чистоплотные и продвинутые граждане нашей страны. Поэтому, я думаю, поэтому я призываю всех граждан нашего города выходить на субботник. Давайте сделаем наш город чище вместе. Ну, и браво, браво, браво. Ну, вот с такими, скажем, призывами, действительно, давайте все вместе подключимся к общереспубликанской акции. Это «За Казахстан» называется, глава государства ее лично озвучил, объявил. Вот она стартовала уже в нашем городе Павударе. Еще раз запомните, дорогие друзья, делая выводы, за каждым объектом малого и среднего бизнеса, за каждым парком, сквером, все, что вот мы видим своими глазами в городе Павударе, школы и так далее, и так далее, закреплена территория, определенная территория. И вот их тоже нужно, необходимо привести в порядок. Я понимаю, что волонтеров, общественников у нас достаточно много, но многое зависит и от обычных жителей. От самих жителей. От самих жителей. 32-22-52-8-775-862-16-84. Это номера телефонов, которые мы озвучили сегодня. Это отдел ЖКХ, я понимаю, да? Да. Также на данном сотовом номере имеется WhatsApp. Для удобства жителей можно подать и через данный мессенджер. И сфотографировать как раз-таки все, что вам нужно вывести, правильно? Отправить еще фотографии, чтобы коммунальные службы прекрасно понимали, что их ждет в том или ином дворе, куда они приедут. Да, чтобы они оценили ситуацию и смогли... Сколько единиц техники минимум отправить туда? А цифры большие, я хочу вам сказать, что 30 тысяч человек, 100 единиц техники в течение вот этого месяца чистоты будут задействованы в городе Павлодаре. Дорогие друзья, программа наша заканчивается. Улан, спасибо вам за пояснение, за комментарии. Ну, наверное, на субботнике где-нибудь мы с вами все-таки встретимся. Несомненно. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, программа наша закончилась. Меня зовут Тимофей Голев. Встретимся в следующий четверг на телеканале Юбис. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok